Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас вновь приветствую в программе «Салон по изучению Библии». Устраивайтесь поудобней, и самое главное, пусть ничто вас сейчас не отвлекает. Когда мы начинаем погружаться в суть сказанных Иисусом слов и вообще в суть Божьего Писания, которое нам оставлено на страницах Библии, то очень важно быть сосредоточенным на том, что мы читаем, о чем разговариваем, что слышим и во что вообще собираемся вникать. Поэтому текст, который мы с вами сегодня будем изучать, это 20 глава Евангелия Матфея. И самое начало этой главы нам повествует одну притчу, довольно как бы простую, но в то же время очень с множественными уроками. Сам по себе стиль разговора Иисуса Христа с учениками очень часто включал в себя притчи. И этот метод передачи информации очень практичный, так как Иисус брал эти притчи из окружающей атмосферы, из культуры того народа, из того, что людям было понятно. И ему надо было очень важные истины, небо, донести до людей простым языком, понятным им, и не только им, но и тем, кто еще будет на этой земле жить. Не все сегодня в нашей культуре сохранилось, но общие принципы мы можем увидеть, понять, о чем говорит Иисус, и даже себя увидеть в этой притче. И хочу, чтобы мы именно так посмотрели на нее, когда буду сейчас ее читать, чтобы каждый мог себя обнаружить в какой-то категории тех людей, которые описаны в ней. Итак, начало 20 главы я прочту в притчу сразу целиком. «Ибо Царство Небесное, подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников, виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. И им сказал, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин винограднику, управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, друг, я не обижаю тебя, не за динарию ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных. Смогли ли вы узнать себя в каком-нибудь из персонажей этой притчи? Сейчас, когда мы будем ее разбирать уже более подробно, я думаю, что есть возможность честно посмотреть на себя уже глазами неба. И задать несколько вопросов самому себе. Как бы я себя ощущал в категории первых, последних, в середине? Как бы я чувствовал себя, будучи на месте того, кто нанимал на работу? Как бы я рассчитывался с этими людьми, которые проработали кто-то целый день, кто-то меньше, кто-то больше? И вообще, кого бы я приглашал на работу? То есть вот такие вопросы, которые мы можем сегодня задавать себе и быть искренними, честными в ответах, которые позволят нам увидеть картину реально, объективно. Ведь как часто мы с другими поступаем или взвешиваем их по поступкам, а себя по мотивам. Поэтому здесь, в общем-то, желательно пройти эту дорогу как бы в реальности. Какие у меня могли возникнуть мысли, чувства, решения, если я буду на позиции работника, если я буду на позиции хозяина, если я буду на позиции, может быть, того, кого наняли в последнюю очередь. То есть так много нюансов, которые мы пропускаем, когда пробегаем по тексту, думая, что меня это касается только, может быть, в глобальном смысле этого слова, что мне надо оказаться в числе избранных. Притчи, они в этом имеют особенность. Каждый раз, когда мы к ней прикасаемся, то там есть очень много уроков. Но есть один основной. И притчу подетально разбирать бывает непросто, потому что это аллегория, потому что это некоторая картина к основной мысли, которую в данном случае Иисус хочет сказать. Так вот, какие мысли Он вкладывает сюда, мы сейчас попытаемся с вами в них разобраться. Во-первых, ситуация, которая описана в этой притче с самого начала, она непридуманная. Она взята, опять же, из жизни. Когда созревал виноград, то его надо было довольно быстро собрать, потому что вскоре после сбора урожая наступал период дождей. И если хозяин, у которого большие насаждения винограда, вообще виноградники большие, не успел справиться, то весь виноград погибнет, оставшийся. Поэтому надо было убирать довольно быстро, оперативно. Соответственно, он постоянно ходил, нанимал работников. И люди, которые приходили с утра, они с утра же и работали. Если кто-то запоздал на первый прием работников, то он приходил позже. Но приходили на рыночную площадь люди со своими инструментами в том ремесле, в котором они были профессионалы. И, соответственно, с их инструментами их и приглашали на работу. И если рассматривать, опять же, суть вещей, то рабы, которые тогда имелись в той культуре, слуги, которые тоже имелись. Если слуг хватало на обычный период жизни без сбора урожая определенное количество, то тогда, когда не хватало рук слуг, то нанимали им помощь, либо еще работников. То эти уже люди назывались паденщики. То есть работали один день и за каждый день получали отдельную плату. Плата не была большой. Динарий – это плата довольно, так скажем, ограниченная. Но ее хватало, чтобы не умереть с голоду, чтобы прокормить, может быть, в какой-то степени семью. Но это вот минимум, который необходим был для того, чтобы поесть. В чем было преимущество рабов и слуг? Они были прикреплены к семье, у которой был какой-то запас. И если какой-то неурожайный год или что-то происходило, то все равно слуги и рабы, они имели определенное питание на день и могли об этом не беспокоиться. Несмотря на то, что у рабов не было возможности получать какую-то прибыль и собирать себе наследство для своих уже детей, но как минимум они были обеспечены всем необходимым для того, чтобы они стояли, так скажем, на платформе питания и жизни. Слуги, они имели еще большее преимущество, потому что получали какой-то еще добавочный урожай для себя, для своей семьи. И таким образом имели возможность что-то скопить. Паденщик нет. Он, если заработал что-то на один день, то это то, что и проедалось. И если его никто не нанял, то у него есть опасность остаться голодным. И не только самому, но и семье. И поэтому он отчаянно хотел трудиться. Ему важно было, чтобы его сегодня кто-то нанял. И поэтому люди приходили рано. И приходя, имелась такая особенность, да, то есть они нанимались с утра, с шести утра до шести вечера, потому что в шесть вечера это уже был следующий день. Соответственно, 12 часов времени, когда они могли работать, с шести до шести. И когда мы в притче читаем, что когда была первая стража, или через три часа, да, то есть для нас это как бы три часа, и мы не понимаем до конца, что это за время. На самом деле это девять утра. То есть через три часа после начала рабочего дня. С шести до девяти. Это была та стража, в которую пошли еще и позвали работников. Следующая, еще через три часа, то это уже было 12 часов дня. Еще это было уже три часа дня. И последних, кого нанимали, это было пять часов вечера. То есть за 11 часов до уже завершения, или когда день прошел 11 часов, остался один час. То вот для нас это такая градация. Шесть утра, девять, двенадцать, три и пять часов в данном случае за час до окончания работы. Соответственно, у каждого было ожидание получить что-то. Но сейчас мы как раз подробно и рассмотрим все уроки этой притчи. Первое. Иисус предупреждал своих учеников. Как бы сказано, что вам дано. Вам дано быть первыми. Вам дано быть призваны в самом начале. В начале этого старта пути. Оцените эту возможность. Уже трудятся виноградники. Вы не в переживании живете, что вас никто не нанял. Вас позвали. Вопрос, как вы договариваетесь с хозяином, что вы от него ожидаете, это уже следующая часть, о которой мы поговорим попозже. Но сейчас у вас уже есть возможность работать и трудиться в его винограднике, в который он вас призвал. Но есть определенная тенденция у людей, которые давно служат, которые давно в церкви. Им кажется, что есть преимущество на теме, кто только пришел. Преимущество на теме, кто попозже пришел и не так давно служит. И, исходя из этого, люди могут ощущать себя не просто частью церкви, а церковь, собственностью своей. И поэтому начинаются совершенно другие взгляды на то, что раньше ценили, что раньше за что благодарили, а сегодня с претензией. Потому что думают, что они уже чего-то заслужили большего в отношении к себе. Но нельзя забывать то, что у Иисуса критерия «Если ты хочешь быть первым, да будешь всем слугой». Это возможность служить, чтобы занять позицию в глазах неба высокую, а не управленческую, которая может сейчас привлекать многих как карьера. Церковь – это не карьерный рост. Хотя, безусловно, там это может присутствовать, но по Божьим критериям. Но от начала желание послужить Богу, желание послужить ближним, это и есть то, что называется как возможность, данная людям. Итак, первый урок, который мы извлекаем из этой притчи, связан с тем, если ты призван, то это уже привилегия. И как сделать воздаяние наиболее эффективным и иметь благодарное сердце, это зависит сегодня от нас с вами, какой выбор мы с вами сделаем. И еще второе, что хочется мне сегодня рассмотреть с вами, это в равной степени предостережение еще и иудеям, что будут призваны люди разного рода. Иудеи, они понимали свою привилегию, они понимали, что они избранный народ. Но на самом деле Иисус дает довольно жесткий вывод в конце этой притчи, что последние будут первыми, а первые – последними. Мы сегодня видим, если говорить по большому счету, иудейство и язычество. Язычество, которое в большинстве своем сейчас и стали христианами, рассеянными по всему миру. Это люди, которые принимают Христа. Сегодня, кстати, очень активно приходят ко Христу мусульмане. Это тоже признак последнего времени, потому что иудеи, или евреи, и мусульмане, они братья между собой по отношению Авраама. Потому что Измаил, рожденный от Агари, но отец Авраам. Исаак, рожденный от Сары, отец Авраам. Поэтому между собой они братья. И, в общем-то, это тоже на мировых часах показывает об очень серьезном событии, что время заканчивается. И поэтому язычники, потом мусульмане, а потом иудеи, приходят ко Христу, и в результате завершается цикл человеческой жизни на земле вот в этом наполнении спасенными тех небес, которые были приготовлены Христом. Поэтому мы с вами живем в последнее время, друзья. Я хочу, чтобы те предостережения, которые мы сейчас уже назвали в этой притче, они каждого из нас могли защитить от того, чтобы мы не чувствовали себя хозяином положения в церкви, если мы давно уже уверовали и находимся в ней. Может быть, и занимая позицию, да, но пусть другим, которые приходят в эту церковь, не будет тесно. Пусть другим, которые приходят на эту территорию, не будет неуютно от того, что кто-то считает себя королем положения, потому что в церкви царствует Иисус. По крайней мере, это так, как предписано Писанием, где написано, что я создам церковь, и врата ада ее не одолеют. Если мы ее строим сами, то тогда нам не обещано, что врата ада не одолеют. Но если сам Иисус ее строит, и мы даем ему право это делать, и его принципы становятся нашим основанием для мыслей, для жизни, не для отношений, то тогда эта церковь будет всегда сильной, стройной и величественной. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что могу благословлять каждого человека, кто сегодня был свидетелем и этого слова. Я благодарю Тебя, потому что Ты на самом деле готовишь нас к высоким полетам. Ты ведешь нас туда, где мы еще не были, и нам так важно принимать Твои откровения сегодня в наш дух. И Ты помоги нам не просто понимать, что Ты дал привилегию войти на территорию виноградника раньше других, но и послужить другим и не быть завистливыми от того, что кто-то получает результаты за более короткий срок, чем мы, пришедшие раньше и вытерпевшие зной дня. Но я благодарю Тебя, что на самом деле это привилегия сегодня видеть, что Царство Твое, оно зреет, оно формируется в познании Тебя за короткий срок, ибо время наступило, ответственное и последнее. Благослови нас сердцем великодушным, благослови нас ясным смыслом, благослови нас способностью служить и не отпускать руки до полного результата. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok